Приветствую вас, и первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это на то, что сам центр вашего вопроса, он несколько ошибочный. Почему? Потому что ответить на него, то есть сразу, сходу, даже на него спеть нельзя. Вашу проблему, ее можно разделить на несколько элементов, на несколько деталей, на несколько частей, если хотите, и последовательно разбираться с каждым из них. Начнем с того, что ваше увлечение в философии, оно очень правило, оно хорошо, оно показывает, что вы человек достаточно интеллектуально развитый, но показывает, что вы интересуетесь чем-то, что находится за пределами нашего физического существования и того, что окружает его. Это здорово, но то, что вы слишком интересуетесь этим, говорит о том, что возможно туда, в это направление, реализуется ваша энергия, которая не может реализоваться ни в чем другом, ни в общении с людьми, в частности с девушками, ни в реализации своих социальных ролей, ни в чем-либо то не было еще. И, понятное дело, что проблема заключается в нескольких аспектах. Первый аспект – детско-родительские отношения, то есть там, где вы первоначально получали образ поведения, как мужского, так и более мягкого, более женского. Соответственно, проработка детско-родительских отношений, осознание тех стереотипов, которые были навязаны вам именно родителями, прошу прощения, именно вашими близкими родственниками, их мировоззрением, их точками зрения и отношения с ними являются первым, главным элементом, который нужно с вами разбираться. Потому что детско-родительские отношения в важных случаях имеют огромное значение в вопросе влияния на взаимодействие с другими людьми. Почему? Потому что первоначальный образец поведения мы берем от родителей. В вашем случае первоначальный образец мужского поведения вы берете у родителей, точнее у своего отца. И если этого образца у вас нет, то его нужно найти. Найти для себя образец мужского поведения и следовать ему. А дальше вы будете соотносить образец с собой, а себя с действием, которое вы будете совершать. И благодаря этому соотношению вы будете понимать, что, собственно говоря, является для вас в этом образце поведения правильным, а что нет. Что является положительным для вас, а что нет. Что вам нравится, а что нет. Тут нужно главное выбрать образец и начать ему следовать. Дальше. Дальше у нас социальные взаимодействия, социальная среда. У вас здесь есть проблематика такого плана, что вы не хотите узнавать окружающих людей. То есть, вы не хотите их познавать, вы не хотите им интересоваться, они для вас мыслят слишком примитивно. Тем не менее, через осознание этих людей, через познание их, через узнавание и взаимодействие на их уровне без искусственного принижения вашего интеллекта, произойдет узнавание из себя самого. То есть, произойдет, по сути, открытие вами своей роли, которую вы будете отыгрывать в обществе. Это невозможно без нормального взаимодействия в социальном кругу. Соответственно, что вам нужно делать? Вначале признаются другие люди, а потом признаетесь вы сами. И это означает, что вам нужно общаться с другими людьми, чтобы лучше узнать их, расспрашивать их, интересоваться их переживаниями, интересами и так далее. И это все нужно вам для того, чтобы лучше познать себя. Возможно, в них, в этих людях, при таком подходе в отношениях, вы откроете какие-то интересы, которые вам придутся подышать. И которые вы сможете разделить, собственно говоря, с ними. Далее, конечно, необходимо работать над уверенностью в себе, над самооценкой, над достоинством, самомнением и прочим. Причем, это не какое-то абстрактное представление о себе. Это ваше реальное я, которое формируется на почве конкретных результатов, на почве конкретных достижений. Это значит, что нужно продумать план, чего вы хотите, что вам нравится, и стремиться к этому. По достижению определенных результатов, вы будете чувствовать себя более уверенно, потому что ощутите, что можете, что способны, что справлюсь. Это позволит вам, как минимум, лучше относиться к самому себе, а значит, увереннее строить общение. Дальше. Следующий этап, который я бы вам предложил, заключается в более четком отчете о самом себе. Что с вами происходит и почему? Почему вы интересуетесь философскими измышлениями? Почему вы считаете окружающих людей примитивно мыслящими? Почему сами при этом не можете с ними общаться нормально и испытываете проблемы? В чем причины этого? Это не что иное, как самопознание. И самопознание поможет вам лучше понять проблемные моменты, выявить их и, соответственно, начать устранять. И далее, последнее. Это личные отношения. Говоря о личных отношениях, хочется сказать сразу, что они будут лишь в том случае, если вы будете идентифицировать себя как мужчину. То есть, что вы можете дать женщине? Почему она с вами будет, а не с другим? Что вам может дать женщина? Для этого необходимо, опять-таки, слушать ее, внимать ей, расспрашивать про нее что-то. Женщина больше нравится внимания. Далее, получать свой кругозор, чтобы уметь пощутить, уметь поговорить на разные темы, уметь поддержать разговор, а значит расположить к себе человека. И вот на основании вот этих вот элементов, проработку, на основании проработки в каждой из них можно сделать вашу жизнь легче. И так, чтобы она не зависела от других людей и текла именно так, как вы там хотите, как вы там желаете, а не как кто-то другой за вас решил. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Я хотел бы еще добавить, что вам необходимо выбрать эксперта на нашем ресурсе и начать с ним работать для того, чтобы решить те моменты, которые я описал. Только тогда в вашей жизни начнут происходить позитивные изменения. Я желаю вам всего доброго. Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...